Соловкам выделят 210 миллионов рублей на расселение аварийного жилья. Старательство и реконструкция многоквартирных домов начнется в 2019 году. Для получения этого финансирования Архангельской области необходимо разработать проектно-сметную документацию и согласовать с ЮНЕСКО оценку воздействия строительства на объекты всемирного наследия. За 9 месяцев 2016 года налогоплательщики по море пополнили казну России на 80 миллиардов рублей. Основная часть – это налог на добычу нефти, доходы физических лиц и на прибыль организаций. В службе скорой медицинской помощи стартовал конкурс профессионального мастерства. Фельдшерские бригады из всех районов области покажут навыки работы в экстренных ситуациях. В этом году за звание «Лучшая выездная бригада скорой помощи» соревнуются 14 команд. Участники имеют огромную хорошую теоретическую и практическую подготовку, оказывают помощь в любой ситуации всем пострадавшим и заболевшим. Все подробности соревнований вы узнаете сегодня из вечернего выпуска новостей в 19.20 на телеканале ТВ-Центр. У Архангельского управления Северной железной дороги новый начальник. Им стал Сергей Роднев. Ранее он был заместителем главного инженера Северной железной дороги. На новом посту Роднев сменил Валерия Шеленко. Он вышел на пенсию. Сегодня Архангельск простился с известной журналисткой Ольгой Шапаровой. Всю жизнь она проработала на телевидении, вела собственные проекты. Одна из первых в регионе создала авторскую рекламную программу. Проводить Ольгу в последний путь пришли сотни горожан, родные, коллеги. Просто те, кто помнит ее мягкую и приятную манеру подачи информации. Ее любили тысячи жителей Архангельской области. Ее прекрасный голос знали и в других регионах страны. 10 ноября Ольге Шапаровой исполнилось бы всего 46 лет. Похоронили Ольгу на кладбище Валдушки. Арсенал в лесу. Всего больше двух тысяч взрывоопасных предметов неподалеку от станции Емца Плесецкого района. Обнаружили участники поискового отряда «Десантник». Артефакты времен интервенции, патроны различного калибра, артерийские взрыватели, гранаты и мина. Все это было уничтожено на полигоне под Архангельском. Долгожданное событие состоялось в 12-й Архангельской школе. Там отремонтировали спортивный зал. Капремонт не делали несколько десятилетий. Школьники признаются, стало намного комфортнее. Новый спортзал обошелся в 2 миллиона рублей. Зал современный, отвечает всем санитарно-эпидемиологическим условиям, то есть всем нормам, соответственно, безопасные. Детям здесь будет комфортно. Здесь все-таки было соференцирование и проект, но тем не менее, все равно все идет для оздоровления наших детей. 60 лет назад был сдан железобетонный подвесной мост через реку Кузнечиху, соединивший центр Архангельска с Соломболой. Проект разработала проектно-изыскательная контора государственного треста коммунального и дорожно-транспортного строительства. В 2003 году прошел первый капитальный ремонт моста. Были разобраны трамвайные пути, срезан толстый слой асфальта, покрашены в красно-оранжевый цвет металлические конструкции. В Архангельске завершился благотворительный проект художники детям. Кисти и краски взяли в руки ребята с ограниченными возможностями здоровья. Всего 10 участников. Юные художники творили под руководством нескольких мастеров. Евгения Тенитова, Екатерина Кишевой и Татьяна Зимиревой. У детей-то на самом деле можно поучиться еще в процессе, когда они делают. Они же это делают искренне, и поэтому очень интересно с ними работать всегда. Потому и рисунки самые разнообразные. Кто-то играл красками гуаши и карандашей, кто-то создавал коллажи. Пейзажи или натюрморты – здесь все достойно пристального рассмотрения и восхищения. Даже что-то новое узнала, как рисовать лучше. Не так хорошо рисовала, потом с Татьяной поработала, стала рисовать. Еще больше ярких работ и впечатлений участников проекта «Художники детям» сегодня в очередном выпуске программы «Автограф дня» в 19.20 на канале ТВ-центр. Спонсор прогноза погоды – женский спортивный клуб «Разминка». С нами худеть легко. Приходите, ждем вас на Ломоносова 154. Облачная и дождливая погода ожидается в Архангельске 20 октября. Возможен туман. Ветер юго-западный и западный от 2 до 7 метров в секунду. Днем воздух прогреется до 6 градусов тепла. Тип погоды второй – благоприятный. Каждый час смотрите выпуски «Сейчас» в регионе на канале ПС и будьте в курсе самых главных событий.